МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Автоплюс, программа «Наши тесты». Автомобилей из Поднебесной на российских дорогах становится все больше и больше. И что самое главное, китайские автомобили становятся по большому счету все лучше и лучше. Тем интереснее рассказывать вам о таких машинах и ездить на них. Сегодня мы познакомимся с новинкой от китайского автогиганта Черри, хэтчбэком класса B со звучным названием Черри Вери. Вери гуд или Вери бэт? Попробуем разобраться. СМЕХ В целом, облик этого автомобиля выглядит по-европейски свежо и ярко. Но есть любопытная деталь. Информация официальная по этой машине говорит о том, что дизайнеры, итальянцы, кстати, были вдохновлены китами, когда рисовали решетку радиатора, а фары напоминают глаза орла. Нам же не хочется проводить параллели с животным миром. Скажем просто, машина выглядит. Передняя часть – копия седана Черри Бонус. По сути, Вери – это и есть модель Бонус, но в пятидверном варианте. В задней части можно рассмотреть интересную выштамповку, а по всей длине кузова идет линия, зрительно соединяющая переднюю оптику с задней. Но вот реализовано все куда хуже. Зазоры между кузовными панелями напоминают нам происхождение этого автомобиля и как бы возвращают зрителя из дизайнерской Европы в промышленный Китай. Но все это можно отчасти оправдать ценой, ведь эта машина получилась недорогой. Базовая стоимость в России – 350 тысяч рублей, а наша версия стоит 410. Это топовая комплектация. Что еще за эти деньги можно купить в России? Давайте посмотрим. Во-первых, в такой бюджет вписывается «Лада Калина». Отечественный хэтч по габаритам и оснащению близок к черри Вери. Топовая версия, которая называется «Люкс», стоит 346 тысяч. То есть даже дешевле базового варианта «Черри». За эти деньги «Ладу Калину» комплектуют кондиционером, полным электропакетом, АПС и двумя подушками безопасности. Еще российский покупатель может остановить свой выбор на украинском хэтчбеке «ЗАЗ Ченс». Этот автомобиль с 70-сильным мотором в базе стоит всего 265 тысяч рублей. Сходный к «Черри Вери» вариант с мотором мощностью 101 л.с. обойдется в 399 тысяч. Причем «Чен» скомплектуется четырехступенчатым автоматом. Кроме того, есть «ЗАЗ Вида» за 410 тысяч. Этот хэтч – украинский вариант «Шевроле Авео» предпоследнего поколения. В этом сегменте рынка есть и «Рено Сандеро». Он несколько дороже всех вышеперечисленных автомобилей. Базовая версия стоит 348 тысяч на уровне «Черри». Но если оснастить «Рено» примерно так же, как «Вери» в нашем исполнении, то получается, что за «Рено» придется выложить уже 490 тысяч рублей. Кроме «Черри» на рынке есть и другие китайские автомобили в этом классе. Например, «Грейт Уолл Флорид» или «Фан Бриз» хэтчбек. Покупатель же «Черри Вери» получит за эти 410 тысяч прожиточный минимум. АБС, пару подушек безопасности, кондиционер, музыку, которая способна читать MP3-файлы и полный электропакет. Ну а теперь давайте посмотрим, что скрывается под этим пятидверным кузовом. Начнем с багажника. Чтобы его открыть, нужно нажать либо кнопочку на приборной панели, либо воспользоваться ключом. Я выберу второй вариант. Крышка багажника какая-то тугая. Наверное, еще машина совсем новая и не разработалась. Мы видим здесь 380 литров объема. Но добраться к этим литрам тяжело. Дело в том, что проем очень высокий и узкий. Багажник этого автомобиля лишен каких-либо органайзеров, полочек, резиночек. Здесь все очень просто, а под полом скрывается полноразмерное запасное колесо. Кстати, это только в нашей комплектации, вернее, в более верхних комплектациях машина комплектуется полноценной запаской. В базе за 350 тысяч рублей здесь докатка. Но это в любом случае хорошо. Конечно, запаска на штампованном колесном диске. Но, тем не менее, это все лучше, чем докатка. Но объем багажного отделения можно увеличить, сложив задний диван. Складывается он в пропорции один к одному. Жмем вот такую кнопочку. Вернее, две таких кнопочки. Неудобно, но все же, эта функция будет не лишней. Интерьер Cherry Wearry выглядит простовато, но в целом к дизайну претензий тоже нет. Нужно заметить одну вещь, что, в принципе, удобно сесть не проблема, но регулировок не так много. Сидение можно подвинуть вперед-назад и отрегулировать спинку. По высоте оно не регулируется. И вот я сижу вроде бы ровно, а руль у меня почему-то сбоку. То есть не напротив меня. Любопытно. Посмотрим, будет ли это мешать мне при движении. Пока же мне, естественно, это не мешает. Cherry Wearry приятно удивил запахом в салоне. Вернее, отсутствием резкого запаха фенола, без которого раньше было сложно представить любой китайский автомобиль. Все отделано жестким, очень жестким пластиком, но на вид он, в принципе, неплох. Тут есть такие серые вставки и в дверях, и вот здесь. Они тоже придают какой-то радости. Надо заметить, что центральная секция дверных панелей тоже отделана пластиком, но на вид это почти какой-то кожезаменитель, знаете, как в советских автомобилях. Но на самом деле все тоже жестко. Что касается эргономики. Подрулевые переключатели стандартные. Справа вы управляете стеклоочистителями, слева поворотниками и включаете дальний свет. А вот основное управление светом организовано по-европейски. Вот таким переключателем левее от руля. Ноль в ноль, как на Volkswagen. Потянете чуть-чуть на себя, включите передние противотуманки. Потянете еще сильнее, включите и заднюю. Здесь же можно настроить яркость подсветки приборной панели и отрегулировать фар головного света по высоте. Что касается климатической установки, то тут все стандартно. Три переключателя. Один отвечает за направление воздушных потоков. Второй за их силу. Ну, а третий за температуру в салоне. Еще любопытная деталь. Приборный щиток. У меня такое ощущение, что это детский вариант. Размер приборов крайне мал. И неизвестно, конечно, насколько будет все читаться, информация с них. Но визуально даже видно, что они как минимум в два раза должны быть больше. По центру между спидометром и тахометром информационный дисплейчик, на который выводится информация с бортового компьютера, а также показано время и общий пробег, а также трипы. Трип тут один. И можно увидеть, сколько машина потребляет топливо. В принципе, удобно. Кроме того, некуда разместить стакан воды или бутылку. В дверь точно не поместится. И здесь подобного рода ниш нет. Единственное место вот тут. Но это неудобно, потому что при переключениях можно запросто задеть локтем. Переднее сидение отрегулировано под меня. И мне самому за собой будет тесновато. Впрочем, места тут по меркам класса Б вполне предостаточно. Для головы и для ног сидеть можно. Далеко, конечно, не поедешь, но короткие поездки будут задним сидакам. Черивэре даваться легко. Как и предполагалось, показания с приборного щитка считывать неудобно. Во-первых, как я уже говорил, размер не позволяет. А во-вторых, из-за яркой подсветки. Насыщенный красный цвет не позволяет в первый раз прочитать показания спидометра. А с тахометром, в принципе, ситуация получше. Еще один эргономический просчет. Очень серьезный причем. Когда вы стоите на светофоре, например, и включаете первую передачу, то вы запросто можете открыть пальцем багажник. Постоянно приходится останавливаться, выходить из машины, закрывать его. И все же самая главная проблема этого автомобиля на ходу – это шумоизоляция. Такое ощущение, что этим вопросом при создании Черивэре китайцы просто не занимались. Шумы действительно поступают отовсюду, и я слабо себе представляю, как можно ездить на этой машине куда-нибудь далеко по шоссе. Зато неплохо настроено рулевое управление, по крайней мере, для города. Чтобы крутить баранку, мне нужно прикладывать лишних усилий, да и информативность, в принципе, вполне себе нормальная. Ну а теперь технические характеристики Черивэрри. Объем двигателя – 1497 кубических сантиметров. Мощность – 109 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 140 ньютон на метр. Максимальная скорость – 160 км в час, а вот информации о разгоне до первой сотни китайцы не дают. Расход топлива в городе составляет 7,2 литра на 100 км пробега. По большому счету, такое оснащение и такая цена делает Черивэрри главным образом конкурентом «Лады Калийной». Посадка за рулем этого автомобиля, в принципе, традиционная для небольшого хэтча. Обзор неплохой, крупные зеркала заднего вида, но больше напрягает само сиденье. Оно мягкое и какое-то бесформенное. Кроме того, стоило бы, наверное, сделать боковую поддержку чуть пожёстче. В итоге мы имеем приятный на вид городской хэтчбэк, который вполне сойдёт как первый автомобиль. Но аргументировать покупку Черивэрри я могу, пожалуй, что одним стремлением ездить на иномарке. Продолжение следует... Продолжение следует...